Белые, желтые, оранжевые, красные, синие и зеленые пояса всех цветов на спортсменах. Юноши и девушки 13-14 лет выстроились перед российским триколором. Напротив, почетные гости и судьи соревнований. Традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта России по самбо и дзюдо Давида Волосяна, объявлен открытым. Эта школа выращивает хороших мастеров спорта, чемпионов. Я надеюсь, что он здесь, участвует в этом турнире, возьмет эстафету. Хочу пожелать вам, конечно, удачи и самое главное, добиться самых высоких результатов. Минутой молчания почтили память Давида. В могиле возложили венки, но главная память в сердцах близких и друзей. Отец Давида Вагиф Волосян помнит, как привел 9-летнего сына в спортзал, как гордился каждой его победой. Ну, гордиться это не то слово. Это гораздо больше было. Тем более, когда он приезжал в зарубежных соревнованиях с медалями, это было больше, чем гордость. Если честно сказать, это была моя сократная мечта, чтобы он стал спортсменом мирового уровня. Мы очень хотели попасть на Олимпиаду, но, увы. Я человек спорту неравнодушный. А в данном случае не мог не прийти на этот турнир, потому что лично хорошо знал Давида. В Дюхеша номер 4 сложилась хорошая традиция. Здесь помнят и чтут память о выдающихся тренерах, о выдающихся учениках. Надо помнить хорошо прошлое, с тем, чтобы в будущем добиваться хороших результатов. Лучшие воспитанники спортивной школы получили награды и денежные премии. Победители первенства мира по самбо среди молодежи Елена Брелякова и Кристина Усова. Серебряный призер первенства России по самбо Руслан Аскеров. Очень приятно было, что нас в школе не забывает, что с таким трепетным отношением к нам относятся. Это действительно очень приятно. На татаме 253 спортсмена из Анапы, Геленджика, Крымска, Услабинска, Новороссийска и других городов края. 18 весовых категорий от 32 килограммов до 73. Каждый молодой спортсмен жаждет победы. У каждого свой пример для того, чтобы равняться. Для многих это Давид Болосян. Гордость Анапы.